Сегодняшняя история произошла в 2009 году в Пинелос Парк, штат Флорида. Здесь жила 19-летняя Рэйчел Уэйт. Ее описывали как веселую и жизнерадостную девушку. Она хорошо училась и была очень активной в школе, пока в 15 лет не связалась с плохой компанией. Рэйчел начала пропускать занятия и часто уходила из дома поздно ночью, не сообщая родителям о своем местонахождении. И было кое-что еще. Мальчики стали ее самым большим интересом, и она бегала за разными парнями. Я не думаю, что они всегда были лучшим вариантом. Мы пережили с ней трудные времена. В 18 лет Рэйчел устроилась работать официанткой и переехала из семейного дома. Она была независимой, смелой и уверенной в том, что найдет свой путь в жизни. В 2009 году в Пенелос Парк также проживала 18-летняя Сара Людеман. Они обе были хорошими девочками с приличной работой и любящими семьями. Никто не подозревал, через что они проходили в то время и какую драму они создали для себя. Рэйчел и Сара были влюблены в одного и того же парня, Джошуа Камачо. Нет нужды говорить, что это вызывало серьезные ссоры между ними. Я бы хотела, чтобы мы могли вернуться назад. И вместо того, чтобы идти друг против друга, может быть, сесть поговорить и просто понять, что он нам не нужен. Рэйчел познакомилась с Джошем летом 2008 года. Он был ее ровесником, но вел себя совсем по-другому. У него определенно был образ плохого парня. Он был весь в татуировках, у него были фотографии с оружием и петбулями, он курил запрещенные вещества и просто имел образ рыб-звезды. Но, как вы, наверное, догадались, это был просто образ. Он изображал себя таким. Я просто видела совершенно другую его сторону, когда мы оставались наедине. Сначала все было очень хорошо. Примерно через месяц или два, после того, как мы начали встречаться, мне начали звонить. Рэйчел начала получать звонки от Сары Людеман, которая утверждала, что она девушка Джоша. Рэйчел была, конечно, шокирована. Оказалось, что Джош начал встречаться с обеими девушками летом 2008 года. Вместо того, чтобы высказать ему то, что он классический придурок, девушки начали ссориться друг с другом. Для Сары Джош был ее первой любовью и первым парнем. А для Джоша, как он позже заявил в суде, обе девушки были друзьями с выгодой. Проблема была в том, что ни одна из них не знала, как мало Джош придавал им значение. Они не могли смириться с мыслью, что другая может украсть ее парня. Так что очень скоро их презрение переросло в издевательство. Она пришла ко мне на работу и сделала так, чтобы я разлила напитки. Они проследили за мной и моей соседкой по комнате до дома и попытались нас задавить. И после этой ночи все становилось только хуже. Тогда Рэйчел решила постоять за себя. Она начала оставлять Саре гневные голосовые сообщения, угрожая ей разными ужасными способами. «Серьезно, я говорил тебе следить за своей задницей и не общаться с ним. Теперь твоя задница моя, и я гарантирую, что я убью тебя. Я говорю тебе об этом сейчас. Потому что знаешь, Джош может быть и разыграл меня, но я разыграю и твою задницу. Увидишь». Это лишь одно из голосовых сообщений, которые Рэйчел оставила Саре в 2008 году. Нет нужды говорить, что девушка была напугана в этот момент. Возможно, неудивительно, что Джош не вмешался и не расстался с девушками. Если быть точным, ему даже нравилось наблюдать за этими ссорами. Рэйчел и Сара враждовали на протяжении нескольких месяцев. Но 14 апреля 2009 года ситуация изменилась к худшему. Сара проплакала в школе весь день. Ситуация с Джошем становилась все хуже и хуже, и он, похоже, не понимал, насколько плох ее конфликт с Рэйчел. Все ее подруги советовали ей бросить Джоша. Но она еще не была готова к разрыву. Тем же вечером Сара навестила Рэйчел в ее квартире. «Я слышала, как она сигналила на улице, давая мне знать, что она там. Я была дома одна, поэтому решила выйти». По пути к выходу Рэйчел приняла быстрое решение. Она взяла кухонный нож на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Сара крикнула ей, чтобы она держалась подальше от Джоша, а затем уехала злая и расстроенная. После этого Рэйчел отправилась к подруге, а Сара и Джош встретились в доме его сестры, чтобы посмотреть фильм. Но Джошу этого было недостаточно, и он продолжал переписываться с Рэйчел. Через некоторое время сообщения между ними перестали быть дружескими. Рэйчел убеждала его прекратить встречаться с Сарой, а он говорил, чтобы она в это не лезла. 15 апреля в пол первого ночи сестра Камачо и ее подруга попросили Сару отвезти их в Макдональдс. И когда они ехали по улице, другая машина, припаркованная в противоположном направлении, посигналила им. Сара очень хорошо видела водителя. Это была Рэйчел. Она прислонилась к капоту своей машины и зажгла сигарету. Девушка ждала встречи с Джошем. Но когда Сара проезжала мимо, стало ясно, что что-то должно произойти. Она не собиралась просто проезжать мимо Рэйчел и остановила машину. Когда Сара вышла и начала идти к девушке, Рэйчел достала свой кухонный нож. Я достала нож, думая, что это отпугнет ее, но она все равно подошла ко мне. Девушки дрались всего пару минут. Дергали друг друга за волосы, выкрикивали различные оскорбления и вскоре Сара вернулась в свою машину. Но что-то было не так. Она ударила меня три или четыре раза. Я начала отбиваться и следующее, что я помню, она отпустила меня, развернулась и пошла обратно к своей машине. Когда Сара села в автомобиль, то с ужасом поняла, что ее трижды ударили ножом в грудь. Это произошло так быстро, что даже Рэйчел не поняла, что она сделала. Я просто увидела кровь на ноже и я совершенно не помню, как и куда ударила ее. Первое, что сделала Сара, это позвонила Джошу. Она сказала ему, что ей больно, а потом потеряла сознание. У нее не хватило сил вовремя вызвать скорую помощь. Когда Сара выпала из машины на дорогу, кто-то позвонил в 911. Рэйчел, она ударила ее ножом. Хорошо, где на теле пострадавшего ножевое ранение? Ее ударили ножом в грудь, она пытается дышать. Рэйчел нанесла ей смертельную травму, но она об этом даже не догадывалась. По ее мнению, она просто отбивалась от другой девушки и давала понять, чтобы та отстала. Когда Джош по просьбе сестры прибыл на место происшествия, Сару забирала машина скорой помощи. И к рассвету она была уже мертва. Сразу после нападения детектив Майк Линч был назначен на это дело. Это было еще до того, как Сару объявили мертвой, а против Рэйчел уже накапливались серьезные улики. Я обнаружил Рэйчел, сидящий на скамейке, расположенной перед домом. Ее поведение было спокойным. Рэйчел сделала все, что должна была сделать, чтобы закончить свою вражду с Сарой. На самом деле, это довольно жутко. Когда Рэйчел зарезала девушку, она бросила нож в соседский дом и просто сказала, «С меня хватит». Мне было страшно, но в то же время я не знала, что думать и как реагировать. Теперь ее жизнь изменится навсегда. Когда детектив Линч нашел Рэйчел, он отвез ее в полицейский участок для допроса. Девушка еще не знала о том, что Сара мертва. Я был в больнице и видел, куда ее ударили. Надеясь, что Сару оштрафуют, Рэйчел пыталась скрыть как можно больше информации. И не упоминала, что в драке был задействован нож. Офицерам просто нужно было нарисовать всю картину, чтобы Рэйчел осознала ужасающую реальность того, что она сделала. Следующая информация, которую вам нужно знать, это то, что она мертва. О боже! Она умерла в результате ножевых ранений. Рэйчел наконец поняла, что она долго попадет в тюрьму. Это был конец ее учебы, ее свободы и ее мечты. Когда мне сказали, что он скончался в больнице, я как будто потеряла до речи и не могла в это поверить. Рэйчел Уэйд было предъявлено обвинение в убийстве второй степени. И залог за нее был установлен в размере полмиллиона долларов. Ее семья с трудом могла поверить, что их дочь, которую они любили и поддерживали изо всех сил в течение 19 лет, совершила самую ужасную вещь в мире. Суд над Рэйчел начался в июле 2010 года. В суде все согласились, что она не собиралась убивать Сару, но пошла на нее с ножом, намереваясь причинить серьезный вред. Истинная трагедия этой истории была раскрыта, когда Джош Камачо был вызван в суд. Он хорошо одевался и больше не изображал из себя плохого парня, но то, что он сказал, потрясло семьи девочек. По его словам, Сара и Рэйчел были просто подругами, с которыми можно было переспать. Парень, ради которого две девушки были готовы убить друг друга, отмахнулся от их любви. Когда он пришел в суд, на вид это был просто маленький мальчик. Мягко говоря, он сказал, я не встречался ни с одной из них, они не мои девушки. Последний аргумент обвинения был самым очевидным. Ужасные голосовые сообщения, которые Рэйчел оставляла Саре в течение нескольких месяцев перед убийством. Зачем ты раздеваешь свой поганый рот? И почему ты такая жалкая? Так что продолжай нести чушь, Сара. Я собираюсь проучить тебя, я говорю тебе это сейчас. Было еще то голосовое сообщение, где Рэйчел обещала, что убьет Сару. Серьезно, я говорил тебе следить за своей задницей и не общаться с ним. Теперь твоя задница моя, и я гарантирую, что я убью тебя. Я говорю тебе об этом сейчас. Потому что знаешь, Джош может быть и разыграл меня, но я разыграю и твою задницу. Увидишь. Рэйчел не могла придумать никакой защиты против этого, и теперь убийство выглядело преднамеренным. Пожалуйста, скажи мне, Сара, почему ты была тупой, дурой и разместила совершенно новую фотографию тебя и Джоша на пляже на своем Майспейс? Я собираюсь убить тебя. Ты жирная, и я собираюсь убить тебя. В суде у Рэйчел был последний туз в рукаве. По ее словам, Сара тоже несколько раз угрожал ей в голосовых сообщениях. Но, к сожалению, она их удалила. Это заявление не имело никакого значения, поскольку она не смогла предоставить никаких доказательств. И даже если Сара подошла к ней, чтобы избить ее в ту ночь, именно у Рэйчел был нож. И именно Рэйчел вонзила его в сердце Сары. Через три часа присяжные вынесли вердикт. Мы, присяжные, пришли к следующему выводу, что подсудимая по данному делу виновна в убийстве второй степени по предъявленному обвинению. Через два месяца Рэйчел снова предстала перед судом, чтобы получить свой окончательный приговор. Это была довольно странная ситуация. Она могла либо выйти на свободу, отбыв срок как несовершеннолетняя преступница, либо получить максимальный срок. Но когда мама Сары появилась в суде, стало ясно, что для Рэйчел все складывается не лучшим образом. Это моя дочь. Она лежит на кладбище, и я навещаю ее там. Ее послание было ясным. Несмотря на то, что Рэйчел сидела в тюрьме, она была жива. А у Сары не было такой возможности. 3 сентября 2010 года Рэйчел Уэйт была приговорена к 27 годам тюремного заключения. То, что я не села поговорить с Сарой, будет моим самым большим сожалением. Мы должны были встретиться и все обсудить. И, может быть, мы должны были противостоять ему, а не идти за ним. Из этого ужасного случая можно извлечь урок. Не теряйте свою жизнь, свободу или счастье из-за человека, которому вы безразличны. Насильственные конфликты незрелы. Уйдите от них, и вам будет намного лучше. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся. Субтитры добавил ты DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...